всем привет сегодня у нас 6 июля вторник мы начинаем новый влог я сейчас еду на коррекцию ногтей дочь и едет в город но алёша нас отвезет и поедет работать так что вот так вот такие ногти у меня сейчас вот такие не совсем все плохо но время уже подошло так что оставайтесь с нами вы увидите как мы проведем этот день я уже приехала на коррекцию своих ногтей сейчас наташа оденет свою спецовку и будет не делать ноготочки не знаю на что-то нюдовое сделала я в этом же салоне делаю и шугаринг вчера была на шугаринге здесь же сегодня на ногти приехал я сейчас вышла немножечко на улицу хотя у них кондиционер работает вроде так хорошо дышится но сразу вышла на улицу показываем промежуточный вариант отточили мне предыдущее покрытие сейчас буду делать новое внимание елена юный блогер вот такой цвет мы выбрали нюдовый ну наташа почему-то еще и свои ногти красит пока мы перчатку а представь у него будут перчатки такие одеты и на перчатках такие ногти будут нарисованы в общем потом мы вам покажем конечный результат а ты можешь пока показать но у мастера шугаринга она спряталась она разрешает ее снимать она фотогигиеничная женщина мамка хочет чтобы я вас сняла это мой любимый мастер шугаринга я приличная женщина мне нужно салфетку обычную салфетку нет в общем ногти вам покажем попозже все мы ноготочки закончили я уже записалась на следующий месяц вот такие нюдовые ноготочки у меня спасибо тебе наташа большое и жду приглашение от тебя на чай но это не скоро будет просто наташа делает ремонт я очень хочу посмотреть что получится ты не забудешь меня пригласить она стесняется говорить в айрона мне говорит глазами смотрите на улице какие они получились розовенькие смотрится ну тоже красиво на солнышке а мы с дочей сейчас вдвоем она за мной пришла и мы с ней гуляем пока наш папа работает мы гуляем до доча стесняется у нас здесь такой маленький скверик как остров в центре города это наверно либо площадь поликарпово либо сквер поликарпово называется здесь вот у нас кафе раньше называлась сказка а теперь называется столовка вот и тут такой тенечек центре города а там через дорогу много много магазинов одежды и обуви мы сейчас ставим на остановке ждем свою маршрутку и поедем с дочей домой до дочи лёша наш еще работает сегодня работа идет не очень хорошо поэтому он освободиться поздно не знаю пойдем мы вечером куда-то гулять или нет посмотрим здесь у нас технопарк магазин бытовой техники о аптекате не нужно а ты капли хотела а а впереди у нас написано пекарня любимая кем-то любимая мы решили не на остановке стоять а тут рядом с остановки у нас картонкистов я вам уже как-то его показывала мы решили минут пять погулять по нему чуть-чуть жалко тут магазина поблизости нет мороженца купить а то мы сейчас дочка мороженка бы съели да не хочешь а я не знаю я и кофе хочу и мороженка хочу ладно пойдем по скверу пройдемся столько дорожек что я не знаю по какой идти заблудилась что-то у лена мое настроение пропало да дочь но ничего лавочки оригинально сделано со звездами классно и тут такой тенёчек когда лена моя была маленькая мы почти каждый день здесь на колясочке с ней гуляли здесь у нас к танкистов танк стоит вечный огонь горит начать вам покажу красиво тут и липы цветут все в липах липу уже посыпалась больше своей части здесь такая вот надпись с фамилиями камень здесь захоронены воины советской армии павшие в боях за освобождение города орла 4 августа сорок третьего года и фамилия впереди вот танк фамилия Голуби так хорошо воркуют. Цветочки что-то в этом году какие-то бледненькие здесь посажены. Обычно яркие, прям красивые. В этом году что-то бледненькие. Это вот впереди центральный универсальный магазин ЦУМ наш. Здесь дом быта тоже наш центральный. Не вижу, девчонки, куда пальцем показываю. Отсвечивает экран. Это вот универмаг, это вот дом быта. Ну, там, в принципе, надписи есть, вам, наверное, видно. Вот вечный огонь горит. И танк стоит. Вечная слава героям павших, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, написано. Здесь у нас ещё звезда клумба, сделанная из цветочков, травки. Я когда на биржу туда приезжала, я уже показывала вам. Может быть, кто-то не смотрел. Ну, теперь обратно пойдём на остановку. И вот тоже стена. Там выписка из приказа верховного главнокомандующего. До встречи. Сустили. Санк Айуи. Продолжение следует... В результате ожесточенных боев овладели городом Орел. В ознаменовании одержанной победы 5-й, 129-й, 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование Орловских. А, присвоить наименование Орловских. Сегодня 5 августа в 24 часа столица нашей Родины Москва будет слютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 20-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий. За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвующим в операциях по освобождению Орла и Белгорода. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины. Смерть немецким оккупантам. 5 августа 43-го года. Маршал Советского Союза Сталин. Вот такой вот приказ. Так, кто нас тут встречает? Сынок! Я хочу тупить. Клево! Поздороваешься с подписчиками-то? Хочешь шути, иди. Нет, нельзя. Мама будет плакать без сойдеток. Да, мама будет плакать. И будем расчесываться. Тебе лишь бы расчесываться. Ее косы начни ему плести. Я могу. Ну все. Мы дома. Ой, жарко. Уморились. Но зато дома. Смотрите, какую кашку нам сварила доча. 7 злаков. С орехово-фруктовой смесью. Вкусно, дочь? Угу. Да? Угу. Угощайте, пожалуйста. Всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. И нам тоже приятного аппетита. Так что будем сейчас кушать. Сейчас уже вечер. Мы продолжаем сегодняшний влог. Леша приехал с работы. Он уже смену отработал. И мы сейчас поедем, какой-нибудь прогуляемся. Потому что жара уже спала. Время 8 часов. Так что можно спокойно где-нибудь погулять. Поедемте с нами. И вы узнаете, как мы проведем остаток дня. Вечер. Я беру вас с собой. Мы, в общем, решили взять семечек и съездить к нашему другу, к Мише, на дачу. Посидим часочек. Потрящим. Он нам один сидит. Ему скучно. Но им не особо гулять неохота. На лавочке посидим. Семечек пощелкаем. Вот так вот. Так что оставайтесь со мной. Я вам в тысячу первый раз покажу Мишину дачу. Не, ну когда дача ухоженная, с цветочками, нет травы, есть что показать. Можно смотреть вечно. На красивые вещи вообще можно смотреть вечно. Так что поедемте. Мишину дачу. Мишину дачу. Спортсмен нас встречает. Я не хочу, Миш, и пиво не хочу. А ты пиво хотел? Да мне пиво. А, а мы не хотим. Мы семечек себе взяли. Нет. Да. Приехали твою красивую дачу снимать. Ну ладно. Блин, вообще кусты красивые. Да, да. Да и лилии, глянь, распустятся какие будут. Лилии вообще, глянь, шикарные. Миш, а можно дом изнутри снять? Можно, да? Пойдемте к Мише в гости, он разрешил. Вот такое у него крылечко. На, Леш, пакет возьми. А то мне разуться надо. А ты один без матери, да? Без работы. Ой, разуваюсь, девочки. Вот такой вход. Это лестница на второй этаж. Микроволновка привезли у них раньше. Не было здесь микроволновки. Это типа зал. А на втором этаже типа спальня. Ну, не типа а спальня. Здесь вот зал. Потом вы еще сказали зименку туда включить. И там еще включили зименку. Потом, конечно, голову поломали. Еще к этому добавили зименку. В этом театре внутри три здания. Внутри театра. Внутри русский музей. Вот такой вот залчик. Два окошка здесь. А теперь пойдемте на второй этаж. А Миша, наверное, на первом этаже спит. Потому что нет здесь кровати. Тут кладовочка у них. Вот такая вот дачка. Два окошка. Спасибо. Спасибо. Два окошка. А тут я. Да. А мне лучше. Чтобы не похоже. Ты про соседскую? Угу. Вот тоже вот. Зачем это? Вы просили, да? Что толку? Растет трава. Не говори. Толку. Мы бы взяли, да. Следили за этим. Да. Мы себе не любим. Жалко было дать. Да. Ну, люди разные, видишь. Равно же купили. Ну, если бы даже нужно было на объявление оставить, да. Если кому надо купили. Ну и ладно. Да, да. И свернулись и все. Конечно. На калитке все равно объявление висит. А это что? Что? Блин, ну за эту дачу, конечно, 390 тысяч дорого. Угу. Она больших вложений требует. 390 надо скидывать однозначно. Да и за 300, я думаю, не продадут. Что у кого надо вкладывать? Если так разобраться. Я думаю, они за 300 ее не продадут. Сейчас мы уже с дачи от Миши возвращаемся домой. Заехали в магазин. Хлеб нам надо купить. Леша пошел уже в магазин. Вот. Хочу вас поблагодарить за то, что вы меня смотрите. За то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Мне очень приятно и очень важно обратная связь с моими любимыми подписчиками. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока.